Сорбонна, Оксфорд, Кембридж. Хотите получить образование за рубежом? Незаменимым помощником в самостоятельном поиске станет интернет. Именно здесь университеты размещают информацию, необходимую для поступления в ВУЗы. Изучите образовательные программы, сравните условия и сроки обучения в разных учреждениях. Почитайте отзывы бывших студентов. Что еще нужно предпринять, чтобы сделать правильный выбор? Как отправиться за знаниями за границу? Расскажем сегодня в нашей программе. Популярность обучения за рубежом с каждым годом растет. Родители стараются детям дать образование, которое будет котироваться на мировом уровне. Диплом престижного ВУЗа действительно способен раскрыть перед выпускником безграничные возможности. Впрочем, важно помнить, что попасть туда непросто. В топовых университетах строгий отбор. Вы сами понимаете, что ребенок своего рода должен быть уникальным, потому что мест, естественно, в каждом топовом университете ограничено. Поэтому проходит определенный конкурс. И кандидат должен продемонстрировать, что он достоин того, чтобы учиться в данном учебном заведении. Если у вас более скромные запросы, и Оксфордский университет вас не прельщает, то и выбор зарубежных учебных заведений порадует. Существует масса образовательных программ для разных возрастных групп. Одно из самых популярных направлений – изучение языка в англоязычной стране. Денис Чапилин на днях отправляется в Лондон усовершенствовать свой английский. Говорит, прежде чем выбрать школу, просмотрел немало предложений. На самом деле школу найти было очень легко. Только стоило в интернете написать английский за границей, там тысячи сайтов, которые предлагают. И если ты куда-то позвонил, то они потом еще и не отстанут, и будут тебе и слать письма, и звонить сами с предложениями, со скидками и так далее. Несмотря на большой выбор учебных заведений во всемирной сети, новичкам бывает очень трудно найти подходящий вариант. Как же не ошибиться? Эксперты советуют для начала выбрать в интернете несколько школ, которые вам понравились, и отправиться в ближайшее образовательное агентство. Поинтересуйтесь, что вам предложат там. Если варианты стоящие и даже более интересные, чем вы нашли сами, почему бы не воспользоваться помощью профессионалов? Обычно такие агентства помогают и в получении визы. И если это ваш первый опыт, оформите документы через посредников. Только убедитесь, что центральный офис агентства находится в вашем населенном пункте. Так проще и быстрее решать все вопросы, которые будут возникать в процессе подготовки к вашей поездке. Очень часто люди делают большую ошибку, начиная оформляться самостоятельно. Это прежде всего с визой. Каждая страна имеет свои особенности. Это определенного рода визы, подтипы виз, аппликационные формы. Некоторые страны требуют прохождения в собеседовании в посольство, и нужно к этому готовиться. Поэтому очень часто бывают такие люди, разочаровавшиеся в этом вопросе, только после этого обращаются в образовательное агентство. Иногда что-то возможно исправить, иногда проблематично. Стоимость обучения колеблется в зависимости от сезона. В среднем за две недели на Мальте вам придется выложить порядка 40 тысяч рублей, не считая расходов на визу и билеты. Самый бюджетный вариант для изучения языка – с сентября по май. Летом же вас ждут самые высокие цены. Несколько сэкономить можно на жилье. Определитесь, где вам будет комфортнее. Если это молодой человек или девушка, скажем, 18-22 лет, которая хочет получить, например, опыт разговорного языка, то вполне подойдет проживание в семье. Потому что проживание в семьях, оно включает, как правило, еще и питание, в общем-то, что за рубежом тоже достаточно актуально. И стоимость в семьях, как правило, значительно дешевле, нежели в отелях, либо в резиденциях, если школы на такой вид проживания предлагают. Месторасположение школы тоже влияет на стоимость обучения. Если вы хотите посмотреть страну, а не только сидеть за книжками, выбирайте учебное заведение, которое будет позволять это делать. В Великобритании интересно, может быть, больше в летний период, поскольку в течение другого периода времени года дожди, погода достаточно прохладная. Поэтому Великобритания, на мой взгляд, самая идеальная для посещения летом. Ирландия также желательно посещать лучше летом, это комфортнее. Соединенные Штаты можно посещать в течение всего года, потому что есть места Лос-Анджелес, Майами, в которых круглый год тепло и ясно, соответственно, хорошие условия для изучения языка. Канада больше подходит именно для академических программ, для долгосрочных. На сегодня это все. Надеюсь, наши советы вам помогут. Изучайте азбуку потребителя вместе с нами. До встречи!